Субтитры сделал DimaTorzok Да, подскажу Подскажи мне, пожалуйста, почему ты пришел Я всем сказал, что ты придешь сейчас, принесешь-ка что-нибудь пожрать нам Голодным и усталым Работником всем до интеллектуального А ты пришел с каким-то мужиком металлическим Это не какой-то Это Тэфи, Орфей Это Орфей, разрывающий себе Да, поэтому, чтобы ты потом Себе другой что-то не разрывал В другом месте А где у него, кстати, объясните мне Давайте посмотрим внимательно Я эти статуэтки много раз рассматривал Вот где? А не надо Ты не о том, соответственно, думаешь В понедельник утром, когда вышел первый снег Где-то я задаю нормальный вопрос Хорошо Тогда все вопросы к Эрнсту неизвестному Это правда Это его замечательная статуэтка Чего не скажешь А, ну ладно, про премию ничего говорить не буду Гад какой Простите Завистник Голоса нет, мерзкое настроение Погода в Москве Конечно Плохому танцору всегда Что-то мешает в такой погоде Связки в данном случае Как раз того, чего здесь нету А я думал, с тебя лепили Доброе утро, друзья Это называется Ребят, значит, главный повар нашей страны Колумнист серебряного дождя Буквально с недавних пор Обладатель главной телевизионной премии страны Теффи в номинации развлекательная программа За передачу на ножах Константин Ивлеев Ивлеев Нормально называемую фамилию И потом начинают тоже писать Ивлеев Ивлюшин И тому подобное Страна должна знать Фамилию своего повара Константин Я Простите А Ивлеев Тебя, видимо К другой Теффиносице Понимаешь Не родственники Левы Случайно Нет Нет Уже нет Там уже нет Слушай, ну расскажи в двух словах Вообще Как проходила премия Потому что она как-то незамеченной прошла особо у нас в эфире Да? Вот, вот, пожалуй, кроме тебя мы больше ничего не отмечали Потому что никто телевизор не смотрит И я думаю, что большинство наших зрителей тоже этот контент даже в интернете мало Или вы что-то как-то неправильно относитесь к каналу НТВ Не слушайте его Потому что в этом году Теффи под патронажем канала НТВ А, слушай, а у Эрт И ведущий, и все остальные ребята А первые каналы России не участвовали? Ну почему? Все участвовали Все участвовали Как всегда Не участвовал только ты Если тебя не пригласили Это не значит, что никто не участвовал Интернет не видел И все прошло незамеченным Видя на самом деле все прошло замеченным Потому что мы уже учебно Машу свое отучаствовали Хватит Как всегда В одном из самых прекрасных залов России Банкетных залов России У ЗАГСа номер два Да Где-то там Проходило Собрались люди Которые занимаются Непосредственно телевидением Знаешь, вот как бы ты не смеялся Но я тебе хочу сказать Одну очень важную вещь Понимаешь, я люблю телевидение По двум причинам Первая причина Это просто я Классический Старпер Житель Не, почему Старпер Че это Я 45 Ягодка 5 Так вот Я просто классический Житель своей страны И люблю телек И люблю вот Разные развлекательные программы Каналы Потому что меня это отвлекает А второй момент С точки зрения Как повар Как популяризирующий Свою профессию Телевидение Мне Именно и моей профессии Поварскому искусству Дало очень многое Понимаешь И поэтому Я само собой Благодарен Хоть как бы кто не хайл Не говорил, что интернет Там Ютуб И тому тому подобное Я всегда благосклонный И с большим уважением Отношусь к людям Кто делает Соответственно Телевидение И кто в том числе И мне Помогает популяризировать Мою профессию Для того, чтобы ты В понедельник Сидел такой Слащеный Радостный Наевшись вчера Французских булок С запрещенным сыром Фуаграм Он из ушей игрет Я съел вчера Куриный шашлык Салат С розбифом И крылышки вечером На ночь Пошел и жрал Америкосов любишь Крылышки жрешь Буша Отечественные Смотри Мы тебя отправим туда Где летом В пальто Холодно Вернутся эти года Вернутся В Исландию Рейкявик Да Что я хотел сказать Да, что ты хотел сказать Хорошее утро Неплохое Извините Я бы что-то Тормознул Во-первых Что я хотел сказать По поводу поварского искусства Согласен Но Но При этом ты мне сказал Я теперь все делаю для ютюба И даже тычешь меня Вот этим своей А это я специально поставил Старой Старой Дешевой камеркой Ты что обалделся Это новое Что это новое Это самая последняя модель Это самая последняя модель Двенадцатого года Значит смотри Чтобы было понятно Чтобы тебя это вообще нервировало Я опять тебя Зависть не брала Я нажму все-таки Немножко кнопочку Блогер Опс Я тебе объясню Я всегда жил много со временем Обожаю современные различные технологии Хоть безумно их боюсь Потому что даже айфон до сих пор настроиться не могу Да Вот Но Если сейчас ветер подул Как говорится в эту историю С точки зрения ютуба То почему бы и нет Если есть что сделать Если есть что показать Если ты хочешь себя раскрыть И показать какие-то свои тайны Личной жизни Либо общественной жизни То почему бы и нет Я с тобой полностью согласен Ты папарацци Я тебе сказал уже Блин Папарацци Какой я папарацци Смотри Я называется сейчас в том числе блогер Понимаешь Я веду Ты сейчас пытаешься прибавить себе Три с половиной подписчика И популярности Снимай меня Это единственное приличное Что будет на твоем ютуб канале Или неприличное Я даже не знаю Это раз Во-вторых Ты до сих пор не присутствуешь На главном кулинарном канале страны Это какой? Какой? Это интересно? На моем На нашем Правильно так сказать Вот Так ты сначала начни правильно На вашем На нашем И если вы например Да То есть питерские Питерские кулинарные главные каналы Да На кухне ТВ тебя нет Там Ильюха Лазерсон у нас всем заведует Ну пожалуйста пусть Во-первых Илюшу я очень люблю и уважаю Да Знаю его безумное количество лет Это во-первых Помнишь какие он яйки запекал Во-вторых Не знаю Ну он же автор сексуальной кухни замечал Ты вообще такие слова говоришь Я даже боюсь Я скажу Потом хрен отмоюсь Когда ты понимаешь А я все-таки уже Достаточно серьезный человек Тэфи получил А ты проехал А скажут Скажут что им было четверо Так вот Я же не виноват Что у вас такой бестолковый канал Который не приглашает Ведущих поваров Ты понимаешь А снимаете непонятно кого там Вот три статуэтки будет Можешь звонить Звоните Чувак Вы сами звоните Я еще трубку подумаю Брать или не брать Вот Вот смотрите Вот Он показал свою личину Да Это Ивлев 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 Ааа Все за бабки Продается все Кроме родины Чтобы ты понимал Это так Это абсолютно Это так Так вот Я рад что у вас есть такой канал В Питере Кстати я вот В конце В конце октября Еду в Санкт-Петербург Где у меня самый большой фан-клуб Это так тебе на всякий случай А самый кулинарный канал Даже об этом и не знает Это кстати Очень говорит О вашей работе Профессиональной Вашего канала Который за это время До сих пор Даже и рядом Нам не очень интересно Будет смотреть Как ты Ты финосец Будешь готовить Свои Пафосные чебуреки Нет ты заметила Да А когда я здесь готовлю Салаты Малаты А что ж ты поесть не принес Кончирный Вот 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 он показал свое Все таки истинное лицо А не я его показал Меркантильное мурло Он тебе показал И не лицо Вот ты мурло Вот Оказывается А я с этого и начал Я говорю Чего бы Ивлева позвали Он говорит Он ТЭФИ получил Я говорю Я даже не знаю Что это Я уже забыл Что это такое Он спашет принесет Он говорит Конечно При этом Костя Я хочу тебе сказать Вот слушатели пишут Что в российском сегменте Ютуба как раз Не хватает профессиональных поваров А фудблогеры уже надоели Вот тебе сообщения Я признаюсь И хотя при этом Тоже достаточно очень лояльно И дипломатично отношусь Ко всем этим фудблогерам У меня офигенный канал Где можно зайти Увидеть массу всяких Приятных вкусных рецептов Которые люди потом готовят Я им рассказываю Показываю Как что делать Зайди Там кабачки Под сливочным Томатным соусом С сыром Вообще бомбически Не говоря Уже Не говоря уже О картошке По-ивлевске Сырников И борщи Я таю Я таю Кошмар какой Господи Что ж ты С простыми руками Ты сволочь пришел Зато я пришел С полной головой Это так Я подписалась Молодец Спасибо Там 86 подписчиков Был утром Я смотрю Ой Витя Что ты трендишь Скажи серебряная кнопка Идет Около 200 тысяч Прилично Вот так вот учись Это у тебя Три с половиной Да я-то не здоровался Не перестану А вот такие Как вы Паразиты Понимаешь Берут и нас На самом деле Честных Порядочных людей Слушай Честный Порядочный Расскажи еще два слова Про ТЭФ Я кстати поздравляю всех Коллег по цеху Да Там ребята Очень мощные Были достойные проекты Которые Действительно яркие На отечественном телевизионном рынке Хоть я их и не смотрел Но коллег много Слушай А вот смотри Мне просто интересно А что ты вообще смотришь Вот честно признайся Я смотрю Наверное ничего Документальные фильмы А документальные фильмы Ну их телевидение отечественное Не очень любит Денег не дают Я тоже кстати люблю документальные фильмы Документальные фильмы Про науку в основном Космос Математика Ну ладно Что хочешь знать про ТЭФ Давай спрашивай Что вообще было Как пьянка была Я почему спросил у тебя Про телеканалы Я почему тебя Сказал телеканал Потому что ТЭФ Все таки Ну уже переживает Свой закат объективный И сколько народу Уже вышло из академии И каналы же Долгое время Основные не участвовали Там по-моему Один канал проводил Кто тебе это сказал Участвуют продакшены Которые проводят Каналы отказываются Представляющие организации Кто тебе это сказал Может быть ситуация изменилась Я не знаю как в этом году Да она всегда Меняется И в лучшую сторону Ладно давай Жги дальше Что ты хочешь услышать А у тебя Подожди Где ты выходишь Я забыл уже Это канал Пятница Ты на Пятнице Пятница же много Мы в этом году Собрали 12 12 ТЭФ Так А сколько всего было 13 наверное Номинации Нет Не знаю Так вопрос Чего вопрос Первый канал что получил Первый канал тоже много получил Там получили и программы Сериалы Слушай я еще раз повторяю Я пришел и Спасибо что получил Это правда Но я не Вникаю в закулисье И не понимаю Определенно что там Поэтому я тебе не могу сказать Получили достойные люди Федор Бондарчук Понимаешь И масса масса Других Людей И Константин Ивелев В том числе Кто получили соответственно ТЭФ Поэтому я не знаю Всем было хорошо В банкетах Я не участвую Потому что мне всегда страшно Смотреть на эту еду Которую там подают И в этот раз тоже конечно Была такая еда Я там посмотрел Это трындец конечно Давайте построим Константина кстати Не рассказывай Ну там же наливают Пить то ты можешь Не ну пить то могут Я не пью просто Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Это вы со мной Да да Прошу У меня знакомая То время говорит Такую Сентенцию Не знаю как это назвать Два часа Ты еще плитей А эти проглодицы За пять минут Все это съедают А есть такое Есть Да А вот с точки зрения Ну как сказать Уж извините Мастера Есть такие блюда Которые 15 минут Затоишь И полчаса ешь Ну то есть Чтобы как-то вот Хороший вопрос Великолепная Спасибо Спасибо за вопрос Великолепно Я предлагаю Даже каких-то Рецептиков накидать Слушай знаешь Я тебе могу сказать Что вот 15 минут Готовить А потом полчаса есть Мне кажется Такого нет вообще В природе За исключением Я не знаю Почему мне сейчас В голову такое Я вспомнил Такое блюдо Где Это делается Кажется На Ближнем Востоке Где В этом В Как вам В верблюде Запекают бараны И тому тому подобное Вот мне кажется Вот это вот тоже Готовится очень долго Да Ну и естся очень долго Очень долго Да А что касается Более классической еды Если говорить Там о современной Русской кухне Либо классической Русской кухне Европейской Но я наверное Не назову А они Наверное За исключением Наверное фондю Вот можно взять К примеру Да Сырное фондю Оно делается Недолго Но при этом Ты потом его Достаточно долго ешь Потому что конечно Сыра налупиться Сорока процентного Сразу много Это достаточно тяжко Ну вот наверное Вот такое Ну да Ты посмотри Что он делает Вот гад Ты понимаешь Что ты за человек Просто очень хочется Своего Да Есть у нас полно Этих статуэток Отличный кстати Комментарий От наших слушателей Во-первых По поводу фондю Соглашается с тобой Наталья из Москвы Она пишет Как же фондю Целых полчаса И прекрасный еще вариант Есть блюдо Которое можно приготовить За 15 минут А потом есть полчаса Очень много Овощного салата Да Согласен Расскажи мне Константин Давай Че А где табличка На статуэтке Вот на каждой статуэтке На основании Табличка всегда Там за лучшую номинацию Год И написано Вот тут она должна быть Прямо Я так и знал Вот где табличка Теперь скажи мне У кого ты стырил Этого Орфе Значит Он вообще легкобат По весу Он обычно тяжелее Он 8 килограмм весит Да Этот явно 5 Похудел наверное Так же как я Здоровый Абсолютно Да Табличек уже нет А я вообще даже не знаю Были таблички Или нет Поэтому ходят Да конечно Ты сам наверное Сам для себя Табличка Это осталось Тому кто получил Слушай Расскажи Ну расскажи Два слова Ну давай Давай два слова В принципе о кулинарном телевидении И здесь с тобой сложно не согласиться Что телек дал очень многое Для Потому что это Это близкая тема всем Абсолютно Еда Знаешь как мне папа Когда-то поставил На путь И сказал Что Костян Так как ты любишь жрать Иди Говорят ты в повара При любой власти Люди будут хотеть Есть и пить А если у тебя еще будет Голова на плечах То ты всегда будешь При куске хлеба Жрут Пьют и мрут У тебя был В общем выбор то небольшой Блин Ё-моё Опять Ну согласен Минутка же не радостная При любой власти Ну здесь Здесь не соглашу Секс он и еда Тоже знаешь Никуда без этого А после того Как ты понимаешь Что Деда Мороза нет Так что там можно Ты говоришь Расскажи пару слов Про собственный проект Про На ножах Слушай Это вообще оригинальная идея Или это франшизная тема Нет это не франшизная тема Это оригинальная идея Хотя немножко есть Какие-то параллели С моим коллегом Гордоном Рамзи Вот например Программа Адская кухня Это уже франшиза А это разные проекты Это разные проекты Но суть одна Мы раскрываем Человеческие пороки В этом плане В чем интересна Программа на ножах И адская кухня Здесь все на самом деле Очень просто Это не про еду Она частично про еду А в большей степени Именно про людей Которые заявляют о том Что либо у них Очень такое Они соображают в ресторанах Либо они очень крутые шефы В адской кухне Эти ребята приходят И доказывают мне О том Что они могут носить Название шефа Понимаешь Что они могут говорить О том Что я шеф Я соответственно Их достаточно Очень мощно Испытываю В этом плане А программа на ножах Это программа О несчастных Бестолковых людях Которые думают о том Что ресторанный бизнес Это очень легко И просто Что можно поставить Стол в плиту Официанта И чувака Которые непонятно Чем фарсируют перцы И вот я соответственно Приезжаю И смотрю на это И мне безумно Это очень грустно И поэтому Оттуда такие У меня бывают Эмоции Достаточно мощные Что я начинаю Кидаться тарелками На еще чем-нибудь Вот И говорить людям Все что я о них думаю Это же не такое Это наигранное Ну ты не так Ты же добрый Большой Да хоррэ Слушай Какой наигранное Ты большой добрый человек Нет Я большой добрый человек Я с тобой не спорю Но ты пойми Я один из тех шефов Да Который стоял У начала истоков Ресторанного бизнеса России Началось 90-х годов И большая проблема Как в принципе Во всей России Что одни строят Другие ломают Понимаешь Мы стояли Мы изменили Отношение людей К нам поварам При советской власти А я еще застал Немножко это время Повара всегда были Несуны Пьяницы Алкоголики И тому тому подобное Но не самая такая Востребованная профессия С точки зрения Социального Понимания Да Круто О что ты повар Значит Мясо воруешь Да И тому тому подобное Столовочное меню И доступ к продукту Да И в том числе И вот потом в 90-х годах Я с большим количеством Своих друзей И Максим Тарусин И Юр Корошков Царством Небесное И Серега Ярошенко И Олег Поротиков И Илюша Тюков То есть те шефы Мы повара Когда мы поняли Что надо что-то в этой жизни Менять Мы прекратили бухать Мы прекратили выглядеть Как оборванцы Бомжи Понимаешь Мы стали учиться Учиться у иностранцев За что им большой респект И уважух И мы отучились И поняли Что надо что-то менять И мы стали это менять Отношения И мы потратили Порядка 15 лет На то Чтобы сейчас была Та ситуация Которая она В принципе есть Но в последние 7 лет Да Начал корабль Как-то не очень хорошо Себя чувствовать Потому что появились Хипстеры Блогеры Шмогеры Появились люди Не из профессии Которые начали заявлять Да фиг быть поваром Пофиг Это легко и просто Зачем учиться Когда все умеют Жарить яичницу Да Отрастить себе бороды И надеяться татуировок И все Жарить бургеры Абсолютно верно Много ли для этого Много ли для этого Надо ума Понимаешь Не понимая о том Что все-таки Это все-таки философия Понимаешь Это на самом деле Философия Философия в первую очередь По отношению к себе Есть профессиональная философия Есть вот такая вот Обыденная Такая обыденная Вот они там И с ума исходят до сих пор Понимаешь Не знаю как сделать Потому что надо учиться А профессиональную философию Мы соединяем Мы придумываем И самое главное Мы хотим создать что-то новое Поэтому и когда-то В 2007 году Я и создал направление Как новая русская кухня Понимаешь То есть я не стал лопатить Нафталиновые рецепты Бабушек И всех остальных там дедушек А мне стало интересно Соединять новые вкусы Бог дал нам все уже Понимаешь Новые продукты Мы не сделаем За исключением Вот этого соевого мяса И овечки доли Или как ее там звали Но в целом Все остальное Рыба, мясо, овощи Грибы, крупы И тому подобное Это все что нам дало И мы просто придумываем Новые вкусы Чтобы вы получали кайф Мы работаем для вас Не для себя Нам сосисок нормально С гречкой С горошком потрескать Смотрите как врет складно Готовил речь наверное Да Это тебе не на тэпфе выступать Здесь просто серьезная Аудитория качественная Обожаю Ну понятно Конечно Современная русская кухня Всем обязана Нашему любимому Константину Евгению Нет не мне Почему у меня есть большое количество Очень хороших коллег Это и братья Березутские Это и Володя Мухин Братья Березутские Которые в ССК Нет которые ресторан делают То есть они очень большие молодцы Молодое поколение Антон Ковальков Троян Да есть офигенные шефы Которые именно занимаются сейчас тем Что они стараются вывести На новый уровень Нашу кухню Потому что кухня Это также дипломатия А мы до сих пор Находимся в состоянии Пьяного медведя Играющего на гармошке С пирожками Блинами Черной икрой Борщом И то половина Нафиг Это вообще не наша Понимаешь Пельмени к нам вообще Никого отношения не имеют Пельмени китайская Борщ это украинский А блины только наши Ну икра И то большой вопрос Наша ли блина Не наши А икра это вообще не блюдо Икра не блюдо Ну я с тобой согласен Икра не блюдо Но это продукт А что наше Он все равно Ассоциация Что нашего Блины наши Медведь наш Гармошка наша Так И порванный баян На похоронах тещи Я понимаю Я что хотел спросить Так а что наше Давайте Наш Ивлев Вот тебе хватит этого Наш Ивлев Давайте к этой теме Мы перейдем через несколько минут Друзья Константин Ивлев В студии Серебряного дождя Оставайтесь с нами Среда вкуса С Константином Ивлевым Всем привет Всем привет Дорогие друзья Мы по прежнему в эфире Виктор Навдов Дарья Гордеева И обладатель мужика С дыркой в груди Авторство Энстони Известного Человек который называет Себе главным поваром страны Константин Ивлев Какой вы повар Нам пишут наши Сердобольные слушатели На плюс 7903 7976 333 Они то не соврут Константин Вот давайте Единственное положительное сообщение Пожмите Константину руку От всего Красноярска Константин Великолепное сочетание Профессионального таланта И уникального Творческого подхода К делу Правда готовит не очень Пишет нам Тихон Из Красноярска Интересно Тихон Ты хоть раз пробовал Мою еду? Он единственный Кто пробовал Твою еду Константин Поэтому он до сих пор жив И может нам писать Что хотел сказать Вот смотрите Извините Но на канале Ивлева Да я даже Не брал Вот смотрите Извините Но на канале Ивлева Очень вялый контент Знаешь Очень 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 грустно Очень грустно Что ты вот это читаешь Да на уровне футблогеров И самое главное В это все верю Что Правда глаза колет Смотрите На уровне футблогеров Вот я Без опыта Причем Если Ивлев Шеф То где профессиональные рецепты Где фишки Сроднитесь Тем же Рэмзи Или Оливером Твистом Добавлю я от себя Это раз Давайте посмотрим 15 лет учиться Ивлев Чтобы при рожках Поменять начинку Ивлев в шаурмичку Пусть мастер-класс покажет А ну-ка дай Какую-нибудь нам шаурму вкусную Во-первых Шаурму Шавем Я начинаю теперь Вообще бояться За серебряный дождь Если принимается Вот такая вот Шулупонь И самое главное Такой Божественный ведущий В это верит И читает это Потом в прямом эфире Что же с вами Творится Я в отличие Я чувствую что Твоя жаба Вся начинает Расплываться В тебе И вылезать Из тебя Понимаешь Вся вот эта вот Болезнь 21 века Жадность И зависть Дай-ка я Уберу Своего мужика Опачки Уберу его А то сейчас С помощью моих контентов Понимаешь Социальных сетей Поднимет себе Статус Слушай Критика Вообще Очень прекрасная история Меня всегда Она умиляет Особенно Когда люди пишут Знаешь там Блины родом Из Нидерландов Но если люди Не понимают Того что Ну я в первую очередь Повар Я не говорю что я шеф Шеф это лычка То есть я повар По природе Ну и достаточно Мне уже много лет Тогда очень Грустно Отвечать Я как правило На такие конечно Критики не отвечаю Ну смысл Зачем Там сидит Молодая шулупонь Какая-то Которая не соображает Ничего в этой жизни Не знает И пишет такие вещи И грустно еще то Что еще остаются Вот такие вот Люди Которые начинают Сравнивать С чем-то импортным То есть заграничным Хотя еще раз повторюсь У нас уже Достаточно Большое количество Хороших мастеров Которые именно Повторюсь То есть и занимаются Продвижением Не только русской кухни Но и вообще Самой кулинарии Отсюда вопрос Витя Вот вы Как говорите Владеете Владеете Большим кулинарным каналом И разбираясь в этом А вы хоть что-то Умеете готовить Старичок Я рекомендую Вот как я сразу Старичок Есть замечательный фильм Который называется Хороший год С Расселом Кроу Я всем рекомендую Особенно девушкам Сегодня Осенний вечер Посмотреть Замечательное кино Про Историю банкира У которого Там дядя винодел Там целая история И Там есть Одна замечательная фраза Когда Он вспоминает Этот банкир Лондонский Наглая Циничная Сволочь Каким должен быть Банкир инвестиционный Он вспоминает Как он был маленьким Мальчиком Он дыхал у дедушки Он работает в Лондоне У дедушки Во Франции В Провансе У него маленькое шато Которое выпускает Гаражные вина За счет которого Живет Там очень сумасшедшая вина И он сидит с дедушкой И они смотрят Как один из Там Помощников Работает на лозе Копается Почву Удобряет В Каке Там Во всем И так далее И Мальчик спрашивает Ну так это же вот Дюфло Так это же вот Месье Дюфло Кто делает вино Вино Он говорит Нет Вино делает Тот Кому принадлежит Виноградник Поэтому Мой дорогой Красавец Красавец Смотри Костя Я что хотел спросить Рецепт Ивлевской Шурмы Какой-нибудь Ты придумаешь Шавермы Правильно Извините Правильно Это когда вы дома Шурмы Я не субитерскую культуру В массе Шавермы А зачем мне придумывать Шавермы У меня масса Всяких других Есть очень вкусных Потом говорят На самом деле Говорят Что у вас Очень хороший Хороший Медовик Вот Константин А почему в вашем Промясо Такой отвратный Бургер А вот за медовик Респект Серж из Москвы Ну во-первых Этого ресторана Уже нету Во-вторых Я им уже не управляю Достаточно Количество времени А медовик Ивлев Да он сумасшедший Это я соединил Свою детскую мечту У меня тетя Лида Салтыкова Моя тетка Вообще офигенная Просто Хотя у меня там Все тетки офигенные В родне По Алине и маме Да и папа в том числе Она готовила Офигенный всегда сметанник А мама моя Готовила всегда медовик Он всегда был сладким Медом Ну к меду я так Всегда относился Ну знаешь Вот классический медовик Он же нормальный На самом деле Его есть очень сложно И много не съешь Он такой суховатый Сладкий-сладкий Все сделает И останется тазик А с тазик Я вся слизывал Да вот этот остаток крема Так вот когда я стал Профессиональным поваром Я соединил Мамин медовик И сметанник Тети Лида И у меня получился Медовик Ивлева Я вот так назвал Я даже этим не стесняюсь Готовится он вкусно Его можно попробовать Во многих ресторанах Города Москвы Поэтому welcome Строя сейчас тоже Несколько ресторанов Так что ребята Скоро можете попробовать Мою еду Слушайте нам пишут Ребята А у вас нет ощущения Что у нас есть ряд профессий Которые очень странно Воспринимаются обществом Уже 15 лет учиться на повара Ерунда 10 лет учиться на артиста До фигня Да на радиоведущего Вообще учиться не надо Программистам Такое же отношение Мол что там Сел нажал кнопку И все заработало Вот откуда это В наших головах Это зависть и жадность Когда люди сами Не могут реализоваться Не то что отучиться Да Они не могут реализоваться Я это называю Синдром кухни Это знаешь Синдром кухни По-юблевски Это знаешь какая история Тогда когда человек сидит В труселях Бьет об край у стола В облу И смотрит меня по телевизору И себя считает Недооцененным героем Что все такие негодяи А он недооцененный герой Чувак да ты хоть Встань хоть раз В 7 часов утра Как многие да Люди которых Многие знают И попаши иногда Как мы пашем Хотя при этом Я и никогда не плачу О том что я работаю У меня это не работает Мой образ жизни Я с большим удовольствием Люблю находиться В этой матрице Понимаешь Кстати не надо оправдываться Это слабая позиция А я смотрю А я не снимаю сейчас Он на себя смотрит И вот я сейчас начинаю снимать Кстати у нас минута Вы недавно ездили В совместном проекте По России на фудтраке Да Кормили простых людей А не олигархов Да это был гастротур Мы кормили не только простых людей Мы кормили дальнобойщиков Проституток Мы кормили гаишников Вообще людей Деревень Мы брали продукты Те которые созревали В том или ином регионе Последние две категории Некоторые обычно принимают за одну Пожалуйста Хорошо Я что хотел спросить И что говорили вам проститутки? Они как в стихотворении Есенина И? Они говорили о любви О высоком И самое главное О том что им безумно Это вкусно Где можно Не будем уточнять что Все можно посмотреть На Ивлев Шеф Ченнел Там как раз скоро Сегодня или завтра Выет второй выпуск Гастротура И где ваши теперь Любимые Самые благодарные Проститутки? В Калуге Девушки Низкой Социальной ответственности Из Калуги Мы передаем вам Большой привет От вашего Любимого шефа Кормили Ой какой ты Посмотри Вообще На самом деле Это было безумно интересно Потому что мы Пропагандировали Своим гастротуром Две главные истории Это фуд подарок Потому что сейчас Очень модно И очень популярно Ну кого фига Возить эту всю гжель Все эти там Стекляшки Доски А фуд подарок Всегда тебе оставляет Очень хорошее воспоминание О том городе О том селе Деревне Где ты был Ну это мое личное мнение Тем более благо Сейчас фермеров Очень много И вторая история была Это как раз Познакомиться с фермерством Потому что после Всех вот этих Вот не очень хороших Событий Связанных с Не буду даже Поговорить С каким Брендом Ребята сейчас заявляли О том что они Прям фермеры Фермеры Такие все крутые Вот Ну знаешь Мне приятно было Что из девяти городов Которые мы были И посетили местных фермеров Они все были Достаточно достойны И самое главное Знаете Вот я не часто Говорю это слово Они оказались фанатиками И фанатиками Знаешь какими Это люди уже состоявшиеся Многие из них Где-то около тридцатки И они все Да То есть где-то отучились Часть из них Вообще за границей училась Понимаешь Хорошее образование получили И потом Их что-то у них В голове перемкнуло Представляешь И они уехали Вот в деревне Да То есть за большое количество Километров от Москвы И от Вити Набутова Понимаешь И живут там И наслаждаются Разводят коров Коз Уток Гусей Что только там не делают Ты представляешь И потом это все Конечно реализуют Продают Всяка лучше Чем в банке сидеть Ну не знаю В банке Бывает прикольно сидеть Ну я не знаю У каждой квартиры Свои командиры Я вот например В Москве живу И занимаюсь рестораном Мне тоже очень хорошо Не поеду я никуда В село Не надо меня уговаривать Не поеду Вить Кость Смотри Спрашивают тебя Про образование Скажите Константин У меня сын мечтает Поэти поваром Я всячески поддерживаю Но Вот какой вопрос Достаточно ли образования В нашей стране Или вы например Все таки считаете Необходимой частью Обучение Стажировку Где нибудь За границей Я вам дальше больше скажу У меня такие часто Очень вопросы Я вам больше скажу Про своего сына Он у меня уезжает Учиться во Францию В институт В отель Так вот я скажу Что к большому сожалению Образование кулинарное В России До сих пор стоит На уровне Восьмидесятых Девяностых годов И поэтому Я никогда не советую Ни один вуз России Я просто всегда Часто говорю людям Что профессия повара Это в первую очередь Практика Поэтому даже Своего маленького Юношеского Дитя Найдите какого-нибудь Шефа Найдите ресторан Который вам симпатизирует И отдайте его В подмастерье Пусть заработает Сам денег И потом Поедет за границу Учиться Но к большому сожалению Я пока здесь Никого не могу Порекомендовать Вопрос-то хороший И сняли с языка Я вообще не знаю А есть ли у нас Какие-то кулинарные вузы Кроме кулинарного Есть Большое количество Вузов Есть Большое количество Колледжей Которые раньше назывались ПТУ Они все выпускают Ребят Которые Я не понимаю Куда они потом идут Но сейчас еще Такое поколение Что все сразу Хотят быть шефами Понимаешь Никто не хочет Пройти этот путь Чистить морковку Полгода Понимаешь Не из-за того Научиться чистить морковь А потому что В каждой профессии Есть свои приколы Есть свои традиции Понимаешь А может быть Поехать куда-то Вот ты рассказывал И у меня есть Кстати знакомые Которые бросили Офисную работу Скучную И хороший доход И не то чтобы Переклинил Я их прекрасно понимаю Да надоело все И уехали И действительно занимаются Кто-то страусов разводит Кстати весьма Весьма денежные Нет Они многие денежные Ребята Может быть Я к тому что Может быть Взять и отправить ребенка Например Пускай он поедет На юг Это тоже в Барселону Например И будет работать В маленьком прибрежном Рестрере Учиться готовить Мидии И там Я не знаю Но я тебе могу сказать Что вот сын у меня Едет учиться во Францию Его годовое обучение Стоит намного дешевле Чем вот этот наш Знаменитый институт Или как он там Который находится Там где там На Сухаревке Или там Плешка Да Реально Дешевле Понимаешь Дешевле Однако Да не однако Просто многие По традиции По старинке Не хотят Или боятся Знаешь Я как бы Сына своего С четырех лет Начал Изучать английский язык То есть готовил к тому Чтобы он не поехал За границу А готовил к тому К современной жизни Просто-напросто И так получилось Что пока он рос Ничего в России С точки зрения Кулинарного образования Не появилось нового Да и поэтому Ну что Здесь прозябать К большому сожалению Не хочется Пусть уж едет сразу Да то есть И пашет И учится тому Европейскому стилю От которого мы все И тащимся Как ни удивительно И ни странно Мы свое все Не всегда любим А иностранное Все благотворим Ну а что поделать Это правда Слушай а можно ли К тебе устроиться Под мастерием Абсолютно Я беру Но не всегда я беру Вот у меня там После определенного интервью В ютубе опять же Да где я сказал Что я беру таких людей У меня их много Мне сразу засыпали Предложением Но я сказал Ребят до весны Больше никого не беру Ну потому что Тумач Я же не могу Всю страну взять Себя в обучение Вот смотри 174 23 года Великолепно готовлю яичницу Третий размер 90-60-90 Умею долго поднимать Упавшие предметы Очень хочу Константину На стажировку Что ответит Дамя Ангелина Надо анкету Фотографии И собеседование В устной форме Или задним числом Да Старичок Старичок Все как мы любим Пятерочка Константин Ивлев В студии Серебряного дождя Мы продолжим Среда вкуса С Константином Ивлевым Друзья Да Мы выходим в эфир Да мы вышли Виктор Набутов Константин Ивлев Мы всегда рады Ты представляешь Какое количество Ручек он изживал Кстати одна из лучших Это прекрасная еда Вот я люблю Я это уже понял Пять-шесть за программу Скажи пожалуйста Мы обещали людям Да Чего Вкусную шаверму По-Ивлевски Слушай Ну вкусная шаверма Начнем с того Что в первую очередь Надо приготовить курицу Вкусно Ну понятно Что в домашних условиях Ты не будешь ее насаживать Там соответственно Такое количество Вертеть Крутить Проще Напросто Пожарить Либо запечь Само собой В шаверму Лучше всего использовать Задние Ну бедра Потому что грудка Все-таки суховата Если честно Ну вот если взять Мой стиль С тимьянчиком С чесночком Обязательно с кожей Разогреть сковородку И положить на кожу Мы жарим На не сильном огне Но очень долго Чтобы кожица Стала вот это вот хрустящей Вот это вот количество Холестерин Да Чтобы печень Начинала отвариваться Мы ее присолили У нее соленая корочка Аромат чеснока Тимьян Это все жарится В масле Оливковым Чтобы оно не перегорело В конце добавляем Сливочного масла Отодвигаем ее Берем томаты Томаты нарезаем Добавляем немножко Оливкового масла Туда рвем зеленый базилик Берем помидоры Их лучше всего натереть Натереть на терочке Понимаешь Помидорчики Да помидорчики Бестолковые вот эти вот помидорчики А вот прям можно кожу ошпарить Кожу снять И на крупной терке Натираем туда соль Перец Чуть-чуть Чуть-чуть сахара Чтобы стабилизировать кислотность Понимаешь Потом мы соответственно берем травы Лучше всего взять кинзу Вот мне очень нравится В перемешку с Непосредственно Петрушкой И кстати Почему помидор именно натер Потому что вот Если чисто Мне в шаурме Не очень нравится Вот этот вот соус Который там всегда бывает Либо дешевый майонез Либо йогурт Стилить Садзыки делают Поэтому я помидор натираю Чтобы томат Являлся непосредственным соусом Понимаешь И вот ты берешь шаурму И здесь как раз Одна из фишек А что булочка в пите Или в лаваше Не пита нафиг Лаваш И вот здесь очень внимательно Ребят Не берите майонез Возьмите мягкий творожный сыр Намажьте им лаваш Туда загрузите курицу Порезанную с хрустящей корочкой Туда добавьте вот эти помидоры С небольшим количеством оливкового масла Зелень Айсберг Айсберг обязательно Он сочный А если денежек есть побольше Возьмите Романов тогда И вот еще можно взять Немножко российский сыр Тертый Тертый российский сыр Вот туда все это посыпать Закрутить Сделать себе чай Элгрей Чуть побольше сахара И обязательно туда побольше лимона Чтобы он был такой Прямо ярко чувствовался В левой руке у тебя шаурма В правой у тебя стакан И ты Начинаешь Неделю Что ж ты за человек Аншлаг Аншлаг Леня Ладно Ладно Вот это Вечернее политическое шоу Кстати вот раз мы заговорили Об этой всей истории Вот значит вот на рынке Оно уже не первый год Вот есть знаешь Блинчики из сулугуни Видел когда-нибудь Да Есть вот чечил веревку Да А бывает еще вот такие бантики продают Да То есть вот это можно купить готовые А можно сделать самому Это безумно очень крутая тема Это как раз о современной кухне Это использование правильно Продуктов современных Которые появились Вот я очень люблю Вот представляешь Вот набрать Любых Если вы там Мясо не ешьте Да То есть возьмите Сыра Овощей разнообразных Лучше всего хрустящий Чтобы текстура была хрустящая И вот А если ветчинки туда добавить Ой блин Ветчиночки Ой зелени Да потом все это завернуть Вот этот вот Сулугуни мешочек сделать И вот как раз соус Что к той Что к той Истории Я советую сделать Именно из натертого томата Именно ошпарить помидор Натереть Натереть на крупной терке Соль Перец Чуть-чуть чесночка Базилика порвать И оливкового масла И потом вот эту всю историю Вылить в тарелку И на нее поставить Вот эти вот мешочки Сулугуни Понимаешь Сулугуни это грузинский сыр Но я как человек Рожденный в СССР Для меня это все равно Остается То есть какими-то нашими Историями Я не считаю это Заграничной темой Да Да Это просто наша кухня Которую мы Начинаем соединять Перестаньте Дайте работать Константин Нам пишет Анатолий из Омска Сообщать нам Анатолий Анатолий Ну а я кстати Вот все передают Там привет Я тоже хочу передать Привет В Тамань Хочу передать привет Да То есть одной прекрасной Девушке Лере А дальше сами думайте Это вот ту Которую ты кормил С футрака Ну блин Я так из нас Фигню сейчас скажу Я спросил Почему фигню Я до Таманьи не доехал Я до Таманьи не доехал А почему ты не сказал Что там недавно ВВ был ВВ собирает грибы сейчас Между прочим Для грибного супа Для грибного супа Все-то он знает Ты посмотри В понедельник В 10 часов утра Он знает Поздравляю президента А я к нему Очень прекрасно отношусь И само собой Поздравляю Любви Удачи Благополучия А самое главное Здоровья и терпения Красиво А И языком брови Спрашивают Тебя нет ли Мы рецепт Обязательно положим Ребят все В наших соцсетях Конечно Абсолютно И на моем канале И в Левшев Чаннел Конечно же Но коли же ты такой Медийный весь И крутой Спрашивают Не хочешь ли ты Открыть свой Собственный Кулинарный вуз Знаешь Я тебе признаюсь Честно Это моя мечта Но это безумно Очень сложная история У меня была школа В свое время Но после того Как ушел мой друг Юрий Рожков Царством небесное Я эту всю историю закрыл А сейчас я думаю Что может быть Это надо сделать Это безумно Очень сложная работа Помнишь Как я тебе говорил Одни строят Другие ломают И поэтому Я понимаю Что это надо Безумное количество взяток Я так не люблю их давать Поэтому я пока не знаю Буду думать Может быть Владимир Владимирович Сейчас услышит Мое поздравление И поможет мне Зачем тебе государственная сертификация В конце концов Да понимаешь Потому что Все таки Это надо Тебе не нужно Дипломы выдавать Ты людей учишь Готовить Нам нужно Заканчивать Этот час Константин Ивлев Кость Спасибо тебе огромное Ребят Всем спасибо Слушатели Серебряного дождя То же самое Вы самые крутые Давай Представляем